Это сирена, громкие чупы за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Искали всем миром чудесное спасение трехлетнего мальчика. Только у нас подробности из первых уст. Синим пламенем под Бобруйском загорелось сено. Кто виноват? И наорала на грабителя подросток, спугнула мужчину, который замыслил кражу. Мы начинаем. 25 мая в мире отметили Международный день пропавших детей. А буквально накануне под Бобруйском исчез трехлетний мальчик. Эта история, в отличие от сотни таких же, закончилась хэппи-эндом. Мария Бересневич пообщалась с мамой ребенка и узнала, как все было на самом деле. Рост 100 сантиметров, карие глаза, на брови шрамик. Одет в коричневую шапку, бирюзовую куртку, спортивные штаны. По этим приметам накануне ночью искали трехлетнего Максима из Бобруйска. Мама забила в колокола в 20.48. Работниками МЧС до организации поисков в лесном массиве проводилась также, скажем, работа по откачке колодцев. Проверяли все случаи, и вдруг упал мальчик в колодец. Пропажа поставила на уши всю Макаровку. Там малыш отдыхал с родителями и будто испарился. Округу прочувствовали несколько сотен человек. Руководил спецоперацией за министра МЧС Александр Худалеев. Задействовали квадроциклы и дроны. Просмотрели каждый сантиметр. В лесном массиве мы тоже несколько групп были и были обнаружены при помощи собаки. Собака вывел на след ребенка. След был обнаружен на расстоянии где-то 3 километра от деревни. Около 4 утра местного охотника впечатлили показания тепловизора. Мальчик безмятежно спал под деревом. Максим оказался за 7 километров от дома. Вы просто герой, вы это понимаете. 6 километров ребенок прошел. Он не испугался? Нет. Не испугался? Мы подошли, он сразу так заплакал и перестал плачать. Когда мальчика подвезли к дому, все участники поисков, это большое количество людей, были действительно рады. Окружили всю машину, начали снимать все происходящее на мобильный телефон, аплодировать. Некоторые даже не сдерживали слез. Нашей съемочной группе удалось встретиться с мамой мальчика. Эту ночь Светлана Суханова вспоминает как страшный сон и отмечает – ничего не предвещало беды. Мы искали в течение полчаса, результатов не было. Супруг отбежал все-всего в маленькую ту деревню. Все, ну я обращалась, позвонила в 102. У меня шок был. Я сознание два раза теряла, скорая приезжала, у меня давление скакало. Я практически не думала, что его живым увижу. Ну как бы это лес, там кабаны, волки. История трехлетнего Максима, как в лучшем сценарии голливудского фильма. Впрочем, не все случаи с потерявшимися детьми заканчиваются хэппи-эндом. Милиционеры напоминают, всего несколько секунд беспечности могут стоить родителям самого дорогого. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Житель Могилевского района подозревается в хищении денег с карточки. О пропаже пластика в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД заявлением обратился житель областного центра. Похищено свыше 100 белорусских рублей. Правоохранители почти сразу установили подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель района. Оказалось, владелец потеряшки передал карту подруге, чтобы та смогла купить продуктов. Случайно карту обронили в торговом центре. Ее через какое-то время присвоил ранее судимый мужчина. Владелец карточки, узнав о ее пропаже, заблокировал платежное средство через банк. Однако подозреваемый успел потратить более 100 рублей. Установить личность подозреваемого удалось по записям с камер видеонаблюдения в магазинах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Высокая температура и сильное задымление пожар в Бобруйском районе накануне ночью поставил на уши жителей Больших Бортников. Ущерб потерпел сельскохозяйственный кооператив. Сообщение о пожаре в Больших Бортниках поступило на пульт МЧС среди ночи. Стихия бушевала на полях СПК-гигант. Огонь беспощадно уничтожил 100 тонн сена и 800 квадратов навеса. Склады вспыхнули как спички. Отход с постройки остался лишь металлокаркас, опоры и основание крыши. Кругом пепел и дым. С тлеющим сеном справиться получилось не так просто. На ликвидацию бойцов МЧС ушел час. А на то, чтобы разобрать тлеющие тюки, понадобилось полдня. Трудились 28 человек и 10 боевых расчетов из Бобруйска и Кировска. Спасти два хранилища с кормом не удалось. К моменту приезда первых подразделений они уже вовсю полыхали. Сотрудники МЧС предотвратили возгорание на третьем складе. Для ликвидации полной данного загорания необходимо ворошить тюки сеном, для чего и привлекалась специальная техника Амкадор, которая растягивала горящие тюки. И уже затем проливка производилась каждого отдельно участка горящего сена. Местный житель Владимир Самчик признается, спохватился лишь в полшестого утра, когда из собственного окна увидел горящее поле. Сразу не поверил глазам. Кругом стояла дымка, слышался хруст. Я смотрю, дым идет такой, серый. Ветер был красный, ну сюда на улицу. Я смотрю, я сначала не понял, потом вышел на улицу, смотрю, это самое горит. Наверное, кто-то подпалил. В причинах и следствиях, разбираются правоохранители, местные отметили. Хранилище было открыто, пробраться мог кто угодно. Как в блокбастере в садовом товариществе «Строитель» сгорела машина, иномарка вспыхнула среди ночи. ЧП взбудоражило всю округу. Хозяин «Фольксвагена» проснулся, вызвал спасателей и побежал тушить авто. Его попытки оказались тщетны. Когда приехали бойцы МЧС, легковушка пылала, как спичка. В результате данного пожара полностью уничтожен легковой автомобиль «Фольксваген Паса» 2001 года выпуска. Спасен дом. Никто не пострадал, причину ЧП устанавливают. Вероятном машине замкнула электропроводка. В Могилеве произошло ДТП, которое парализовало движение в центре города. На путепроводе Якубовского столкнулись сразу шесть машин. Две вылетели на тротуар. Как именно произошло, столкновение будут разбираться сотрудники ГАИ. По предварительной информации, пострадал лишь транспорт. Люди остались целы и невредимы. Ситуацию с дорожной обстановкой обострило, что авария произошла в час пик. Как не испугаться и спасти имущество, теперь наверняка знает десятилетняя американка. Девочка проявила храбрость и спугнула грабителя. Десятилетняя Лола сидела в машине и ждала мать, которая выходила из дома. В тот самый момент рядом проходил мужчина, который заметил открытый гараж и устремился внутрь. Внезапно из авто выскочил ребенок и закричал «Вон отсюда!». Не ожидавший этого злоумышленник сбежал от греха подальше. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Риенс, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!